Настоящая дилемма возникла в районе Канищева. Около дома номер 12 на улице Бирюзова как минимум неделю не может решиться проблема с вывозом мусора. Как выяснилось, подрядчик, выполнявший капитальный ремонт фасада, завершая свои работы, установил два мусорных контейнера для того, чтобы вывезти строительный мусор. Однако местные жители приняли эти контейнеры как родные и стали выбрасывать туда бытовые отходы. Люди разные и на площадках кидают на детки. Вот стоит мусорная, все равно же валяются бутылки и все. Видят, наверное, мусор, скажут, но все равно вывезут. Можно сюда выбросить. Мусорки, они неподалеку находятся, то есть вот слева от нас и тоже справа. Для людей, то есть там отдельные мусорные контейнеры ставят, пытаются все-таки соблюдать. Некоторые местные жители не увидели в действиях своих соседей ничего особенного. Ну куда-то девать надо, если мусор там какой-то это есть. Им на откуда кидать-то? Как пояснили местные жители, контейнеры наполнились бытовыми отходами очень быстро. В результате они стали неприподъемными. В компании, занимающиеся вывозом мусора, говорят о том, что во всем виноваты подрядчики. Ну можно к сотрудникам обратиться, они все подскажут. Они их землю перегрузили, мы их поднять не можем. Блокера очень тяжелые. И бытовой, и строительный, и земля, и щебенка, там все подряд в перемешку. Как выяснилось, около этого дома и ранее, возле строительного мусора появлялась куча бытовых отходов прямо под окнами жильцов. Лежала эта кучка, куда наши также жители бросали мусор в пакетах, оставляли, бросали. Вот такие у нас жители, нерадивые, как сказать, я не знаю. Поэтому с этим я и боролась, я во все инстанции звонила. Тогда кучу убрали, но как бытовой, так и строительный мусор продолжает окружать этот дом. С крыши постоянно от этой стройки падают всякие частички, да, там дерево, еще всякой другой строительных вещей. И вот они не убираются. Они лежат тут две недели, три недели. И вот этот весь мусор переходит сюда на асфальт, да. Что же будет с мусорными контейнерами, пока никто не знает. Тем временем решить, кто же должен разобрать мусор, чтобы емкости стали легче, пока не получается. Жители забирать свой мусор не хотят. В результате все упирается в подрядную организацию. Представители компании по вывозу мусора говорят о том, что не раз пытались поднять контейнеры. Еще неделю приезжали. Они виноваты. Они их разгрузят, и мы приедем, мы увидим бункера. Подрядная организация отказалась от комментариев. Однако в последний момент один из ее представителей прислал нам видео, подтверждающее, что один из мусорных контейнеров был убран. Мы будем следить за развитием событий. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».